Продолжаем наш выпуск. Весна – время преображения и не только в природе. Снимая изрядно поднадоевшие за зиму пуховики и куртки, все женщины хотят быть стильными и красивыми. Ведущие модельеры мира утверждают, что хитом летнего сезона в этом году будут кружева ручной работы. Вещь дорогая, но есть варианты – можно сделать модные аксессуары самим. Кстати, наши прабабушки начинали осваивать искусство переплетения нитей с 5 лет. Однако в стремлении к совершенству возраст значения не имеет. И в этом убедит вас наш следующий сюжет. Я ее сплетаю. Вот две. Потом перевиваю и опять сплетаю. Техника здесь перевив крайних пар. Это вот ходовая, а это долевые. И я должна ее перевить. И эту три раза, эту один. Потом сцепить и положить. Овладеть мастерством плетения вологодских кружев пенсионерка Валентина Васильевна Игнашова мечтала с юности. Но счастливый случай представился только теперь. В прошлом году на областной выставке социальных услуг она познакомилась с мастерицами из Ярославского центра «Золотой возраст», где работает объединение кружевниц. Необходимый для занятий инвентарь, как клюшки и валики, Валентина Васильевна сделала сама с помощью супруга. Своя особая технология. Надо нарезать палочки вот этой длины. Прямо в кожуре их сварить в соленой воде. Три часа надо варить. Потом немножко дать им остынуть. И как вот руки терпят. И надрезы ножом сделать, а потом вырезать вот это все. Потом она купила набор готовых коклюшек, но свои, рябиновые, звонче и удобнее. Один раз в неделю Валентина Васильевна ездит на занятия кружевниц в Ярославль. Вот это первая моя работа. Потом вот это и отвивные петельки. Здесь два элемента отработано. А здесь еще и сшивка. За четыре месяца учебы начинающая мастерица не только освоила технику основных видов переплетения, но и сплела свой первый кружевной воротник. Особенно такого сложного ничего нет. Но нужно желание и сразу надо понять. Валентина Васильевна вообще человек творческий и занимается разными видами декоративно-прикладного искусства. Она и рисует, и вяжет крючком, и вышивает. Но сейчас ее главная страсть кружевок. Моторику развивает. Это очень положительно сказывается. Если, например, я чувствую, что у меня уже руки костенеть начинают, и у меня из рук все вываливается, то сейчас я уже чувствую, у меня руки, видите, какие стали. Всего четыре месяца я покрутила это все. Вдохновляет и сама возможность заниматься в группе с единомышленниками. Эмоциональная какая разгрузка идет, общение. Это большое подспорье для пожилых людей. Как и всякая мастерица, Валентина Васильевна хочет достичь совершенства в плетении кружев. А еще есть у нее мечта, чтобы у пожилых некрасовцев тоже был свой центр, подобный тому, в котором она занимается в Ярославле. Вовлеченные люди в поселке есть, которые занимаются втихаря, потихонечку, так для души. А то бы они проявили себя. А некоторые ведь могут не только вот в рукоделии себя преподнести, а свои знания, полученные и в жизни, и образование у них определенное есть. Они бы это все могли преподнести другим. Валентина Васильевна и сама готова делиться секретами кружевного мастерства со всеми окружающими. Главное, чтобы люди не оставались один на один со своим возрастом, а жили активно, занимались полезным делом и чувствовали, что они нужны.